Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Гост, и мы продолжаем смотреть моды для GTA 5. И сегодня Танос вернулся! Да, ребята, мы с вами сегодня, наконец-таки, снова будем играть за Таноса. Напишите в комментариях, соскучились ли вы по этому герою, потому что я по нему очень сильно соскучился. Как вы понимаете, сегодня, ребята, мы с вами вернулись лишь с одной целью. Уничтожить всё живое. Как вы понимаете, у нас с вами полная перчатка бесконечности, то есть мы с вами обладаем всеми камнями. Ну и, конечно же, сегодня, ребята, мы с вами будем уничтожать всё, что найдём у себя на пути. Ну что ж, ребята, в общем-то, давайте в самом начале этого ролика, как всегда, я попрошу вас не забывать ставить лайки. Прямо сейчас, ребята, если вы хотите увидеть ещё одну серию с Таносом, а возможно, ребята, вы, кстати, захотите увидеть поединок Таноса с каким-нибудь супергероем, ну или даже, может быть, не обязательно супергероем, а каким-нибудь злодеем, то напишите об этом в комментариях, ребятки. Ну и, конечно же, ребята, не забывайте ставить обязательно лайки, ребята. Давайте ещё, кстати, напишите в комментариях, за кого вы болеете в новой Войне Бесконечности, за Таноса или же за Мстителей. Я, кстати, буду болеть, ребята, 100% за Мстителей. Да, ну а за кого будете болеть вы, пишите, ребятки. Ну что ж, в общем-то, ребят, сейчас мы с вами будем делать всё, как обычно. Начнём, пожалуй, с разрушения города. Да, как вы понимаете, ребята, на это Танос способен. Так, зачем-то у нас копит энергию, чтобы взлететь, и нам это не шибко надо. Так, а сейчас он зачем-то... О, вот так отлично! Капец, как у меня там замигала перчатка, кстати, вы видели? Офигеть, это было очень круто, ребята. Это Танос, это один из всех героев, за которого я люблю играть именно ночью. Потому что ночью, ребята, все его способности выглядят ну просто офигенски круто, мне кажется. Я реально, ребята, не знаю, что может выглядеть лучше, чем Танос в плане красоты способностей. Офигеть. Так, а где у нас там наши полицейские? Должны уже скоро приехать, я их что-то пока что не наблюдаю. Они только выехали. Видимо, вообще не хотели уехать на бой с Таносом. Ну, в принципе, неудивительно. Так, хотя нет, я уже, ребята, вижу где-то вертолет. Вон он у нас здесь летит. Так, и сейчас мы его с вами просто вот так вот возьмем и взорвем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Я не попадаю по нему, что ли? Я, походу, не попадаю по нему, ребят. Нет? А вот так? Ну-ка, стоп. Вот так вот сверху. Блин, офигенно, ребята. Я просто обожаю эту способность, этот луч у Таноса, который просто уничтожает все на своем пути. Давайте, короче, будем смотреть следующие способности. Я бы хотел еще что-нибудь поюзать. Например, например... Так, оп-оп, спокойно, спокойно, не это хотел. Давай, короче, сейчас нас создаем этих телепортов, чтобы вот так вот делать машинки тут везде. Оп-оп, капец, сколько тачек нужно телепортировать. Ты посмотри. Оп, лимузинчик, кстати, нифига себе. Вот это нормально. Оу, еще одна тачка какая-то спортивная. Блин, прикольненько. Так, ооо, да. Отлично. Мне вот интересно, может ли Танос притянуть к себе вот таким вот образом танк? Если бы мог, это было бы очень-очень круто. Давайте, чтобы сейчас нам было с вами повеселее, сделаем одну прикольненькую штучку. Я хотел ее сегодня проверить. Помните, я говорил вам про баттлы, ребята, в самом начале этого ролика. Так вот, я сегодня хотел бы устроить небольшой баттл. Да, я бы хотел посмотреть, получится ли у нас с вами выиграть нового Халка. Тут у нас новый Халк, короче, вышел. Достаточно крупный, кстати, даже крупнее, чем этот Танос. Вот сегодня мы с вами попробуем сразиться против этого Халка. Прямо сейчас я, короче, его создам. И посмотрим, кто из них окажется у нас сильнее. Вообще, ребята, я думаю, что все-таки, наверное, у нас победит, само собой, Танос. Но, в принципе, покажет результат сам поединок. Так, куда-то он у нас с вами убегает. Я вот что-то не вижу здесь. Где он, блин? Вот вертолет. Вертолет, кстати, так засвечивает. Все, давай-ка мы вот лучший вертолет сейчас превратим во что-нибудь. А могу тебя превратить? А вот этот... О, блин, просто превратил его в огромного кита. Офигеть. Так, они все в тронах китов превратятся? А нет, кстати, просто два кита и одна акула. Ну, в принципе, неплохо. А вот, кстати, и наш Халк, ребята. Он уже пришел у нас сюда. Так, сейчас мы с вами попробуем его маленько угомонить. Сначала при помощи вот этой вот способности. Так, вау, 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 пошел нафиг, пошел нафиг. Причатка продолжает работать. И Халк у нас просто летает по земле. Он, кстати, у нас неплохо выглядит, как видите. Такой весь зеленый, прямо вообще насыщенный. Офигеть, как сильно. Еще плюсом наша перчаточка его маленько засвечивает. Так, я бы хотел знать, что сделать. У нас там сзади, как я вижу, дофигища просто полицейских. Я сейчас, короче, вот так вот сделаю. Я создам просто несколько черных дыр. Пусть они, короче, их стягивают по одному. Потому что мне не нравится эта фигня, то, что меня там сзади подстреливают чуть-чуть. Так, знаешь, что, Танос? Мы сейчас тебя, короче, в машинах запустим. Оп, отлично его сбило. Ох, два лимузина его просто прижало. Вы видели это? Так, а вот сейчас еще вертолетик надо сбить, потому что очень сильно мне этот вертолет мешает. Я бы еще хотел, короче, ребята, провести сегодня поединок против поезда. Мы с вами еще, скажем так, не смотрели все способности против поезда. Так вот, сегодня я бы хотел попробовать это устроить. Просто посмотри, кто окажется сильнее. Такая неубиваемая штука, как поезд ГТАшки 5. Или же, блин, реально наш Танос. Окей, так, у нас тут с вами небольшие проблемки. Нас со всех сторон пытаются убить. Я так полагаю, что мне придется сейчас сделать кое-что. Наверное, наверное, наверное. Вот это, вот это, да, ребята. Я думаю, что эта способка сейчас очень сильно нам с вами поможет. Просто сейчас все вот так вот уничтожим. Все эти вертолеты, которые у нас налетели. Причем налетело-то их реально дофига. Да, блин, Халк, ты мне, братан, мешаешь очень сильно. Так, отвали, отвалил. Да капец. Вот он вообще засранец, ты посмотри. Ладно, вот так сейчас маленько будем его, ребята, отталкивать от нас. Потому что он все-таки тоже неплохо так дамажит. Но вот эти вертолеты, ребята, меня, конечно, бесят сейчас в данный момент намного больше. Они просто летают сверху и мешают мне очень сильно. Я их всех сейчас так взорву. Вот, последний вертолет у нас, короче, здесь. Отлично. Так, ну и тачки можно тоже сверху вот так подзарвать все. И по нашему Халку тоже пройтись, потому что он где-то здесь бегает просто и не может никуда взлететь. А, нет, все, ребята, Халк, короче, уничтожен. Да, причем я сделал 5000 хп, это стандартное количество, которое в целом, ну, это нормально, скажем так. У меня примерно столько же здоровья было. И при этом мы его просто с вами уничтожили, как нефиг делать. А я хотел, значит, чем его уничтожить. Хотел просто дать ему вот эту способку. Одну из моих самых любимых способностей Таноса, которая работает вот таким вот образом. Смотрите, где на небо... Ооо, вот так... Да-да-да-да-да-да, вот это она просто, ребята. Огромное количество метеоров, которые приземляются и взрывают все, что попадается под ними. Ух ты, блин, вовремя я сюда, ребята, прибежал. У нас тут с вами есть тот, кто нам сейчас будет очень-очень нужен. Да, ребята, это поезд, как я и обещал, ребята. Давайте устроим поединок с поездом. Так, ну, во-первых, я попробую его сначала просто побить, посмотреть, что у нас получится. Но, как я вижу, нифига не получается. То есть поезду плевать на наши удары. Даже очень сильные. Окей, в таком случае, ребята, начинаем садить. А, первой же способкой поезд распадается, да? Мы сами превратили поезд просто в пустое место, в воду. Что там у нас дальше на очереди, ребята? Это, по-моему, у нас способка, которая превращает в животных. Да, и поезд опять у нас просто распадается на несколько акул, кстати. Блин, нормально. А я думаю, что он распадется на этих все-таки, на больших китов у нас. Но нет, нифига. Поезд распался на акул. Кстати, дальше он распадаться не хочет. А, вот, вот, шикарно. Вот у нас кит появился, короче. Корова побежала. Блин, нормально, кстати. Мы с вами просто тут поезд превратили. Ой, куда ты выскочил? Давай-ка тут этих остальных попробуем тоже превратить. Так, машинка, стой. Вот так, блин, шикарно. Чувак только ехал на машине просто и бах, она сразу же пролетилась в животное. И он выпал из него. Нормально. Окей, давайте попробуем, короче, способностью, которая мне очень сильно нравится. Я уже вижу то, что она у нас не работает. Окей. Ладно, значит, следующее, ребятки. Это машинки. Но мне кажется, что машинки тоже не сработают, потому что поезд достаточно крепкий сам по себе. И в таком случае на этот счет я просто вот так вот отойду сейчас. И... О, да, отлично, сработала моя ловушка, ребята. Я тут, короче, поставил, как видите, черную дыру, которая очень хорошо у нас встретила поезд. Мне понравилось. А что происходит такое? Я не понял. Короче, да, ребятки, черная дыра просто справилась на ура, скажем так. А вот эти вот все остальные я смогу убрать, если черную дыру запущу? О, шикарно. И вот это тоже, я так полагаю, все остальное я тоже смогу. Ой, какая огромная черная дыра, блин. Ну, да. Короче, способка, черная дыра. Очень сильная. В принципе, как я понял, она, можно сказать, любой объект в себя поглощает. И еще один испытуемый привет. Ну, давай посмотрим, сможешь ли ты у нас пережить метеоритный дождь. Вот так вот, ребята, заказываем просто самый сильный метеор. Просто бросаем его и... Отходим, черт побери! Ну, да, поезд, мягко говоря, слетел с рельс, ребята. Ну, это очень мягко говоря. Его просто поделило на две огромные части. Вы посмотрите, просто его реально разъединило на две части. Жесть! Офигеть, поезд. А, капец, куда он упал-то здесь? Прям вот сюда, да, получается? Ну, вот так сейчас тут все зачистим. И да, ребята. Поезд, короче, скажем так, мягко пока что не выигрывает у Таноса. И он вообще не может противостоять его способностям. Абсолютно каждая способка Таноса способна уничтожить поезд. Но вот мне интересно самое главное, ребята. Сможет ли поезд у нас, скажем так, остановиться, если мы уничтожим его водителя? То есть поняли, да? Я сейчас делаю эту способку Snap Fingers. И, по сути, у нас должны умереть люди. Я сделал так, чтобы погибли абсолютно все. В том числе должен будет умереть водитель поезда. Посмотрим, остановит ли это нашу огромную махину. Ну что, поезд, мне кажется, что все-таки это ты тоже не переживешь. Потому что без водителя, по факту, ты ехать даже и не должен. Ну давайте попробуем, короче. Кастуем нашу способку. Она сработала. Хорошо. Так, нужно посмотреть на водителя. Водитель еще жив или нет? Потому что, скорее всего, он у нас должен был умереть. Так, водитель, 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 водитель. Водитель у нас, как я вижу, умер. Походу, реально. Блин. Слушай, прикольно. Водитель реально погиб. Я его не вижу там. Это хорошо. Но почему поезд ускоряется? Он реально ускоряется. Стой. Стой, погоди. А почему это не сработало? Водилы нету. Он расщепился. Почему ж тогда сейчас ты продолжаешь ехать? Ну-ка, стой. Еще раз. Давай еще сразу несколько раз ее кастанем. У нас теперь пропадут вообще, наверное, все, кто здесь был. Но поезд почему-то, кстати, едет. Он едет? Да стой, блин. Я тебя могу остановить как-нибудь? Вот так, ударив просто или еще что-нибудь сделав? Вообще нет. Вообще нет, ребят. Он едет. Он едет. Он продолжает ехать просто. Как будто там робот сидел, а не человек. И программа просто не останавливает его. Я не знаю. Ребят, с чем это связано? Но он не умирает. Ну, сам поезд. Хотя людей-то уже, в принципе, нету вообще. Посмотрите, все машины у нас расщепились. Водителей вообще в целом нету. Вообще никого. Наверное, поезд в ГТАшке все-таки какой-то робот, потому что без водителя ехать это, в принципе, невозможно. Но, в целом, могу сказать, что сегодняшним экспериментом я доволен, потому что, ну, мы с вами круто его провели. И оказалось, что Танос реально способен практически с каждой своей способностью уничтожить поезд. Объект, который, по сути, реально практически бессмертен. Ну, ладно, ребятки. Я думаю, что это было интересно. Если вам понравился данный ролик, конечно же, не забывайте поставить лайкос. Также, ребята, не забывайте оформить подписочку на канал. Ну, и, само собой, пишите ваши комментарии. Хотите ли вы увидеть еще один ролик с участием Таноса или же нет? Ну, и, конечно же, ребята, выбирайте противника нашему Таносу. Наверное, кстати, многие напишут про Венома. Да, кстати, было бы круто. Ну, что ж. В общем-то, ребята, всем спасибо за просмотр. Спасибо, что насмотрели до конца. Желаю вам всем удачи. И до скорых встреч.